Две бизнес-башни класса А и пятизвездочная гостиница для гостей города Красноярск-Сити собираются строить на стрелке на деньги зарубежных инвесторов. Зачем нужен еще один бизнес-центр и как новый проект связан с будущим метро? Этой темой сегодня занималась моя коллега Альфия Еремеева. Она сейчас в студии. Альфия, добрый вечер. Итак, рассказывай подробности. Света, здравствуй. Ну, известно, что будущий центр появится не раньше, чем через пять лет. Причем половину от этого срока займет строительство. А в ближайший год архитекторы будут разрабатывать концепцию. Пока примерно торговый центр выглядит именно так, но это еще не окончательный вариант, все еще может измениться. Предварительно высота башен 100 и 170 метров. Будущий Красноярск-Сити построят в центре города, на левом берегу Качи, рядом с торговым центром Комсомолу. Там сейчас пустырь. Работать над проектом будут крупнейшие французские компании. Архитектурное бюро «Вильмот», «Винчи Констракшн», «Сефаль Девелопмент». Они собираются привлекать и российские фирмы. Давайте послушаем их комментарии. Естественно, я за то, чтобы мы работали не только на иностранной рабочей силе, а работали совместно с нашими компаниями, те, которые могут выполнять. Я же не повезу, кто там котлован может рыть из Франции. Зачем они нужны здесь, когда наших экскаваторщиков хороших достаточно, понимаете? Есть технологии, которые могут выполнять европейские специалисты хорошо, но наши красноярские не могут. Что нужно сделать? Значит, наших надо в прицеп поставить. Альфия, вот у меня простой вопрос возникает. У нас ведь уже есть два достаточно крупных бизнес-центра. Это первая башня на взлетке и баланс на МРЧК. Ну неужели мало? Немало, но инициаторы говорят, что этих зданий в скором времени уже будет недостаточно, потому что и для проектов Енисейской Сибири, и для крупных корпораций понадобятся новые пространства для работы. Ну а пятизвездочная гостиница нужна будет приезжим, потому что Красноярский аэропорт в скором времени станет международным хабом. Относится к этому проекту и метро Красноярск-Сити планирует построить как раз со станции Ленинская. Сейчас архитекторы российско-французской компании готовы запроектировать выходы из метрополитена и вложить деньги в строительство. Учитывая, что эта территория вообще реквенционная и значимая для горожан, там и набережная рядом, и Кача, и остров Татышев, естественно, что нам необходимо предусмотреть пешеходную связь этих территорий и обеспечить возможность горожанам, например, с Лебебережной набережной, проходить дальше на остров Татышев, возможно, например, уходить в Красноярск-Сити, когда он будет реализован. Проектировать новый бизнес-центр планируют уже в этом году, ну а как красноярцы оценят идею, пока не ясно. Жители нашего города очень ревностно относятся к застройке центра, но будем надеяться, что и компании-инвесторы, и горожане придут к единому мнению. Света, у меня все, тебе слово. Аля, спасибо за подробный рассказ. Напомню, это была моя коллега Альфья Еремеева с информацией о появлении на стрелке нового бизнес-центра. И переходим к другим темам. Продолжение следует...